нам нужно разработать контейнерную структуру какие у нас будут блоки сейчас у нас есть меню есть основной контент и в принципе все мы немножко эту структуру расширим сделаем следующим образом у нас появится заголовок дальше мы сделаем меню сейчас у нас меню вот здесь сверху прописано мы его поместим вот сюда слева дальше мы создадим блок основного контента и дальше мы сделаем еще один контейнер в котором мы разместим контактную информацию наши контактные данные адрес телефон название фирмы например это стандартная структура на ней очень хорошо изучать контейнерный веб-дизайн и естественно дальше вы можете создавать ту структуру которая вам нужна главное понять основные принципы того как работает данный вид веб-дизайна вот этот контейнер у нас будет естественно описываться дивом вот это тоже дивом но они все будут описываться дивом и дальше нам нужно контейнер идентифицировать поскольку на веб странице контейнер это уникальный элемент то есть если у нас вот этот контейнер является контейнером заголовка то второго контейнера заголовка у нас не будет вот этот контейнер уже явно не будет заголовком и вот этот не будет и этот и любые другие поэтому мы можем задать айди для контейнеров и при помощи айди то есть идентификатора уникально описать этот контейнер и дальше мы будем прописывать стиле css стиле для нашего контейнера используя вот этот айди то есть фактически мы создаем именованный стиль у нас будет стиль который применяется исключительно для этого контейнера то здесь мы пропишем айди равно и этот контейнер будет называться header вот этот контейнер у нас будет называться меню вот этот контейнер будет называться контент это опять таки мы сами решаем такие названия дать вот этот контейнер будет называться контакты и далее по этим идентификатором мы будем работать конкретно с каждым контейнером что мы сейчас делаем мы должны все это прописать в нашем файле index.html то есть создать структуру идем в index.html и вот здесь перед нашим списком который является меню создаем div открываем тег закрываем так вот здесь внутри div просто пропишем h1 содержимое которого будет содержать одну строчку добро пожаловать на наш сайт закрываем h1 естественно мы можем здесь все что угодно добавлять но в данном случае нам достаточно такого содержимого этого контейнера чтобы просто в дальнейшем практиковаться и мы сказали что этот контейнер имеет уникальный айди и назвали мы его хеддер но поскольку это контейнер то давайте напишем конт нижнее подчеркивание и хеддер то есть это говорит нам о том что это конкретно контейнер то есть мы работаем с контейнером название которого хеддер все мы описали данный div сохраняем нашу страницу обновляем и мы видим что здесь появился наш заголовок но в принципе никакого другого дополнительного обозначения что это div у нас нету далее мы помещаем все что у нас было в качестве меню тоже в div вот у нас открывается div вот у нас закрывается div и вот здесь у нас расположено наше меню и мы даем уникальный айди данному контейнеру который называется cont тоже контейнер и меню сохраняем обновляем страницу вот мы видим опять таки ничего особо не произошло но при этом у нас появился контейнер с точки зрения структуры дальше идет основной контейнер который у нас содержит контент мы помещаем содержимое всей этой странице в данный контейнер этот контейнер у нас называется контент то есть мы указываем конт это у нас контейнер и дальше пишем контент то есть данный контейнер у нас называется конт контент и такой айди мы задаем чтобы уникально его идентифицировать сохраняем идем на страницу обновляем опять таки видим что ничего пока особенного не произошло у нас просто присутствует то же самое содержимое но теперь уже по-другому структурировано и дальше мы создадим еще один контейнер div открываем закрываем в качестве содержимого мы здесь укажем ну например название фирмы и адрес можем использовать тег адрес открываем закрываем и здесь прописываем ну например о фирма x дальше указываем адрес ну например москва улица улица дом номер на следующей строке укажем телефон сохраняем вот у нас такой контейнер и мы даем ему айди который называется конт контейнер контакт это контактная информация сохраняем обновляем ничего не меняется единственное что вот здесь снизу у нас появляется некоторая информация она нам нужна для того чтобы мы понимали что именно с ней мы работаем что это наше содержимое контейнера вот теперь мы разбили наш код на контейнеры выделим наш код зайдем на валидатор и и ставим наш код и проверим так нам сообщают что есть две ошибки а это у нас идет link но здесь в качестве записи лишний да то есть я показывал но они нам не нужны у нас одна внешняя таблицы стилей поэтому здесь другие линки не нужны вот новый код копирую в буфер вставляем проверяем все мы все корректно описали с точки зрения html в итоге мы имеем структуру мы разбили нашу веб страницу на контейнеры у нас есть уникальные айди для наших контейнеров и дальше мы будем с этими айди а то есть этими контейнерами работать и каждому контейнеру можем применять тот стиль который мы создадим ну и естественно в том случае если нам потребуется еще дополнительные контейнеры мы можем их создавать и использовать на практике и и и